Письмо также без тем пишет Дарья. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Дарья. Смотрю, вас уже очень давно и уже как-то задавала вопрос в дальнейшем проблем с помощью ваших рекомендаций. Решили. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, ребенок растет, появляются новые сложности. Обращаюсь к вам с таким вопросом. Ребенок очень активный, разговорчивый, любит общение с детьми, ходит в детский сад на протяжении двух лет. Ходим с перебоями, так как часто болеем. Но как только речь заходит о поделиться игрушкой, орет с истерикой и не делится. Ну, это нормально. Возраст. Сейчас в соседнем письме возраст написан. Возраст 2,9. Так, это нормально. Орес и не делится. У других детей начинает отбирать. Пытаюсь донести ему, что с детьми нужно также делиться с игрушками. Никакую. Только орет. Но что самое для меня болезненное, это когда он идет на горку, качели. И если с ним кто-то оказывается рядом, то он начинает орать и говорит, что это моя горка или качели и уходи. Я тоже стараюсь объяснить, что площадкой все игрушки на ней общие, но результатов нет. Приходится брать и с истерикой выводить его домой. Но ведь он начинает еще громче кричать и выгибается. Все правильно. Бежит снова туда. Оттуда я его забираю и так постоянно увожу его силой. И отвлекаю на какие-то мелочи. И так идем домой. Разговаривала в саду насчет этого. Воспитатели говорят, что себя в саду так не ведет. Но если и капризничать, то успокаиваться быстро. Сам по себе мальчик очень активный. В сторонке не стоит. Может немного постесняться, но очень быстро осваивается с детьми. Больше любит общение с детьми старшего возраста. Да, потому что с ними можно договориться. И у них уже есть какие-то организационные игры. А со своим сверстником такого еще нет. Они просто не могут это все организовать. Все правильно. Как правило, младши к старшим тянутся. Так, это со старшими. И с ними себя истерично не ведет. Может закатить истерику, если ребенок тот, с которым играл, ушел. Хочу вашего совета. Как себя вести в такую ситуацию? Ребенок совершенно не слушается, настаивает. Постоянно на своем и в основном добивается. Вот. Вот я об этом, кстати, хотела сказать. Скорее всего, он манипулятор, а вы сдаетесь. Это так вот происходит. Когда мне родители говорят, что в детском саду он себя ведет идеально, а дому он прям неуправляемый, очень хочет, что и творит. Это говорит о том, что родители мягкие и не стоят на своем, не держат границы. Ребенок просто ими манипулирует. Спасибо вам за вашу работу, за ваши пояснения и очень грамотная рекомендация. Успехов, здоровья. Так, спасибо. Значит, во-первых, вам, вашему ребенку 2,9. Он еще в таком возрасте, когда делиться игрушками, он не обязан, не должен. Как я вам рассказывала во многих видео, что игрушка – это неотъемлемая часть ребенка. Как будто это его рука или нога, или прям вот часть тела. Мы же не можем поделиться рукой, ногой. Я вот пример сегодня привожу. Так и ребенок не может поделиться своей игрушкой, потому что для него это вообще неотъемлемая часть. Вообще не понимает, почему он должен кому-то чего-то давать. А то, что вокруг все его, это тоже нормально. Он еще пока не знает социальных вот этих правил. То есть отдать свое он не может в силу того, что это его. А взять другое он может, потому что он пока не знает, что где-то есть чужое, где-то свое, где-то общественное, где-то нужно в очереди постоять. Он еще этих правил не знает. Для этого ему нужны родители, которые будут из года в год, изо дня в день, изо месяца в месяц, как попугай одно и то же рассказывать, что да, сейчас постой в очереди, сейчас Ваня докатается, потом будешь ты, ты качели общий. Да, это нужно будет говорить до трех с половиной, до четырех лет. Но кто-то в три это понимает, кто-то в два с половиной, а кому-то нужно и до четырех лет говорить, кто вырос в таких условиях, когда родители позволяют ребенку, ну, точнее, родители сами не держат правила, в общем, позволяют ребенку, показывают ребенку, что если ты кричишь, то я могу, в общем-то, и отменить это правило. Тогда ребенок будет как можно дольше добиваться вот этого всего. Чем раньше вы покажете ребенку, что нет, дорогой, если я сказала, это нельзя, то, ну, извини, кричи, не кричи, тем быстрее он примет эти все социальные правила. Поэтому, когда вы сдаете, вот вы здесь сказали, что ребенок совершенно не слушается, он стоит постоянно на своем, в основном добивается. Вот, чем дольше вы в жизни ребенка отменяете правила, сдаетесь, тем дольше он у вас будет, ну, по жизни, можно сказать, манипулятор. Здесь вы делаете плохо для его нервной системы. Ребенок должен жить в правилах, он должен понимать, где зя, где нельзя. И если сегодня можно, а завтра нельзя или наоборот, то нервная система начинает дергаться, истерить, волноваться. Она не понимает, как жить дальше, почему мне вчера разрешили, сегодня запретили. И отсюда истерики, скандалы, валения на полу, нервы у родителей, у детей. В общем, это плохая ситуация, она к плохому приводит. И самое главное, вы разрушаете психику ребенка. Такие дети во взрослом возрасте, они ломаются, они не могут пристроиться в обществе, потому что они же привыкли, что я ору, и будет все по-моему. Но, по-твоему, не будет. Автобус ходит по расписанию, в школу нужно ходить. Там, допустим, уроки нужно делать, и дети срываются. Они реально прям в пограничное состояние скатываются. Поэтому доведите, пожалуйста, с детства, с младшего до школьного возраста, что границы нужно соблюдать. Не сдавайтесь. Да, он орет, вы его несете домой и уносите совсем домой. В папке «Воспитание» у нас много на эту тему разговоров. Я много раз рассказывала, как держать границы. Вот если письмо. То есть если видео называется про границ, то это как раз вам нужно посмотреть. Значит, касаемо игрушек, поделиться. Во-первых, вы не должны настаивать. Эти видео там тоже есть про игрушки. Это видео называется «Детская площадка», плейлист «Детская площадка». И там много видео про вот этого джадина, как делиться с игрушками. В общем, вы не должны заставлять ребенка делиться. Еще раз, потому что это его собственность. И пока он не захочет реально, он не скажет, а это будет после трех лет, три-три с половиной, когда он скажет «Вань, на тебе машину, можно я посмотрю твою?» Или «Давай вместе играть поменяем, сейчас будем вместе играть». Вот только тогда, с этого момента, с его добровольного согласия произойдет меняние вот этих вот игрушек. Заставить вы не имеете права. Это вы нарушаете его права, вы ущемляете его самооценку, занижаете, он чувствует себя униженно-оскорбленным. Мать должна как бы быть на моей стороне, а вдруг она на стороне вот того чужого ребенка, и вдруг она у меня отбирает и заставляет делиться. Как так? Это то же самое сейчас к мужику моему придет, там сосед скажет «Дай машину». Муж скажет «Не дам я тебе», я скажу «Жень, ты что, дай машину». И как Женя на меня посмотрит? Как на предателя. Вот то же самое здесь, и здесь тоже предатель вы получаетесь. Это раз. Два, если он у кого-то чего-то отбирает, вы, да, прям пытаетесь сначала объяснить. Если вы увидите, что в ближайшие 10 секунд он стоит на своем, значит, просто под руки подхватываете, пока еще маленькие можно поднять на руки, и уносите с площадки. Вообще, честно говоря, выходя на площадку, куда-то на улицу, вы с ребенком проговариваете это правило. Говорите «Вань, качели общие. Если ты сегодня будешь еще раз так же себя вести, как в прошлый раз, девочку там скидывать с качелей, там ругаться, кидаться, плакать, там не стоять в очереди, ну что-то такое вот, проговорить предыдущую ситуацию, которая вам не понравилась, да, он неправильно себя вел, то мы сразу идем домой. Ладно, договорились? Он говорит «Да, договорились». Хотя для него это пустой звук. На улице, когда он, вот прям вот, не 10 минут он себя, вы его уговариваете, он себя ведет плохо, а прям так вот, вот он минуту начинает себя плохо вести, вы его поднимаете на руки, несете домой, говорите «Ван». И не кричите, не ругаетесь, не раздражаетесь, вы говорите «Ванюшка, мы с тобой договаривались, что качели общие, коротко прям, ты обещал, что ты будешь ждать, или там будешь делиться, ну, там будешь ждать, не будешь там девочку запущен скидывать, ты, ну, ты уговор не сдержал, да, ты там, допустим, Олю опять скачали, скинул, но я отключена, да, вот, все, мы идем домой». Он орет, кричит, а вы просто молча несете домой, больше ничего совершенно говорить не нужно. И так каждый раз, ну, когда-нибудь в 3-3,5, это правило усвоится. И вообще по жизни, во всех режимных моментах, если с ваших уст сорвалась, сорвалась какая-то инструкция, вы кровь из нос, да ни в коем случае ее отменить, вы должны и вот это вот исполнить. Сказали спать, значит спать. Сказали игрушки убирать, значит убирать. Если вы считаете, что в этот момент, в данную ситуацию, вы не справитесь со своими словами, со своим обещанием, вы уж лучше промолчите, ничего не говорите. Но если уж все-таки сказали, то будьте добры, сделайте. Это называется границы. В воспитании, еще раз говорю, в плейлисте воспитания у нас есть много таких видео, смотрите, пожалуйста, там более все подробно. Вот. И ждем, когда ребенок повзрослеет. За дня в день вы проговариваете это правило, и когда-нибудь, если вы не будете эти правила отменять, эти правила у ребенка усвоятся, и он будет слушаться, не будет настаивать на своем, потому что он сделает вывод, ну бесполезно орать, кричать, мать все равно там сказала спать, значит спать. Он просто за неделю, как правило, дети меняются, и уже, ну не орут, но бесполезно, они делают этот вывод. Он орет, потому что он знает, что вы можете изменить вами сказанное, поменять ситуацию, поэтому он орет. Чем больше и чаще вы отменяете свои слова, еще раз повторюсь, тем дольше и сильнее он будет у вас орать. Если двухлетку еще можно подмышку взять и унести домой, пятилетку, двухлетку можете взять и унести домой, то с пятилеткой вы уже так не справитесь, на руки вы не возьмете, потому что он уже тяжелый, большой и дрыгает ногами намного сильнее. Давайте вот сейчас посмотрите еще раз в плейлисте воспитания детской площадки вот эти видео и поменяйте воспитание вокруг ребенка. Держим границы. Это все на благо ребенка, нервная его система. Все, Дарья 28 сентября ответила. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Под видео много есть ссылок, которые вас могут заинтересовать и наши интернет-магазины, наши приложения, наши игры. И также есть почта, по которой вы можете оставить свой вопрос. Не пишите вопросы в комментариях, ладно?